ПЕСНЯ ПЕСНЯ Опять опоздал на автобус. Перед выходом не выпил торнадо-кактус. Сегодня пришел раньше. Пойду пешком. Торнадо Энерджи. Мощный заряд энергии. ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и контроль карты для 9Z присутствует Выход изначально планирует, наверное, под точку А Если что-то не получится, всегда можно развернуться Один игрок на контроле под монстром Это Макс, у которого и коктейль молотова, и флешка Ну, очень много сейчас территории отдали, конечно, Cloud9 9Z полностью контролирует туалеты душевые Да и лонг в том числе практически Сейчас можно подловить там третий номер Аксель Макс от себя отвлек внимание И вот он пошел, выход Уже Акселя сносят Но на фане Акселя умудряются дать размены NQZ тут крутит, вертит Его уже пушат два Сестерса Лонг прошли И теперь нужно ставить бомбу Бомба будет установлена под машину Хоббит с подъема открывается NQZ пока не залетает с дефолтного пистолета Нужно давить Ну и Широ думает, что кто-то на него откроется Очень долго идет Интерс Очень долго, проверяя каждую позицию на шефте В итоге его тиммейты уже начинают драться за поинты Минус по Хоббиту Широ подловил Рокса Не залетает поинту Z И Интерс остается один в два На топол, на топол И Макса не проверил до конца Не прочекал Он здесь туалеты И вдвоем должны его здесь закрывать Разрывать на атомы Это первый раунд за N9Z Cloud9 в качестве догоняющего На старте, на оверпассе Будут ли делать форс? Появятся ли скауты? Думаю, что да Они прям любят побегать Там и Аксель любит И Интерс со скаутом погонять Но... Видимо, уходят в сейф Да Сейф экономики в следующем включится уже с эсками Ломай преграды Преодолевая препятствия Запомни Барьеры только в твоей голове Торнадо Энерджи Стирает границы Многие не знают Но на N9Z постоянно Торнадо сидят Поэтому у них нет границ никаких Они выигрывают всех Да, за полтурнира Золотали себе 20 строчек В рейтинге Сейчас, я думаю, будет еще больше После этого 1-0 Две формилки у 9Z в этом раунде Плюс 1200 для Максоныча Для безумного парня И DGT щупает точку B Как думаешь, какой процент в чатике? Ну, там уже, наверное, под 52 40 уже верят на старте Победу на NZ 40%? Да В каждой карте все больше и больше А ты понимаешь, сколько фанатов у них все больше и больше? Потому что, ну, реально Команда влюбляет в себя Своим стилем И вот просто неоткуда взялись И как хорошо играют Возможно, это я просто не так пристально снижу Да, за... Ну, по-моему, они залетели В первую стадию мейджера Но... Для меня эти никнеймы вообще все Незнакомы Как хорошо играют Даже Макс? Ты про братуху-максуху не знаешь? Макс? Да Встречался мне по-любому на пути какой-нибудь Макс Но и вот девайс появляется у C9 И интересно, как они их реализуют Широ без авика Здесь не стали подгорать Просто хаешки прокидали Ну, там, естественно, никто от них не пострадал Потому что снайпера не было Хоббит в Андере Он играет в соло здесь Андер очень уверенно обычно на НЗ проходят И у Хоббита могут быть проблемы Да, дергает Рокс Приходится использовать свой смог Хоббиту в позиции Ну и главное не подпустить в упор У Акселя здесь есть... Рокс не проверяет, что ли? Возможность удивлять Хоббита прошли Меньшинство для Cloud9 Какие тайминги? Аксель! Есть контакт Нужно перестраиваться Но решил остаться Широ Разбревает игрока на туге Размены равные Ну, НКЗ Какие плюшечки с калаша Дэм! Да, плюшки залетают жесткие И стреляют, конечно, на НЗ просто дико Ну и что? Два в три На НЗ все, что сейчас нужно Это не торопиться Стакнуться вместе и выйти У них есть целых 50 секунд Они могут в теории даже под Б уйти Но посмотри, под Б играет игрок То есть по факту на фане Соло сейчас стоит под точкой А И тут, конечно, пытается нашивать в дымы, в смоке Но в дым никто не пойдет 40 секунд есть у них еще для того, чтобы реализоваться Интересный плейстайл Решили сыграть Cloud9 Сыграть каждый на отдельном На отдельной точке И не стакаться вместе Ну что, на фане может здесь на самом деле Хотя бы двоих убить, если то Ух, на фане! Двоих уже тушит Флешка есть, будет под нее открываться 40 с лишним секунд 42 хп На фане просто в соло В соло завез Первый для Cloud9 Ну какой тяжелый Какой тяжелый раунд Для на фане вроде не особо Так, сейчас начали на расслабончике Троих убил А сейчас появится зато, может быть, авик На фане может дропнуть Нет, дропает Калаш Шира И там у NZ все еще будут деньги Потому что они играли с фармганами Предыдущий раунд Напоминаю Авик, авик для NQZ В четвертом раунде Сразу же Чем не может похвастаться Пока коллектив Cloud9 Ну и смотрим, как разыгрывают Уже двойка спешит быстро Судя по всему, снимать лонг Перестраивается Шира С трофейным АК-47 На длину за дерево И если под флешку будет открываться Либо в размен Будут проблемы Ну, Дэвида забрал Перестраивается под душевые Неплохо Наглый играет Шира Большинство заработал Без поддержки тиммейтов Вышел вот так вот На соло-перестрелку Но, как говорится Победителей не судят Все четко сделал Большинство заработал Для своей команды Тут же перетянулся обратно И уже играет в паре Вместе с Акселем Занимают они туалеты И там два игрока под Б Хелпующий будет на фане Он на перетяжке работает На Хевене И куда пойдет на НЗ По-моему Свой взор бросает сейчас под Б-сайт Пробует там Что-то на Накалидовать Но, опять же Макс тоже действует Здесь на банане И вот интересно Макс На себя внимание Сейчас стянул Поэтому пошла Перетяжка от Шира Обратная Только три игрока Под Б Но как же вовремя Обновили смок На монстре И это, конечно Куча проблем Создает для команды На НЗ Но пока смок Лежит Можно работать в упоре Обновляется Еще одна Все, забей Надо идти под флэш 30 секунд Нужно рисковать И там стоит Интерс в упоре При фаере В смачке Хоббит Выключает Рокса Макс Также на отходе Погибает И захлебнулась Вся атака 9Z Кстати, коэффициент Я посмотрел сейчас Всего лишь троечка На победу 9Z А изначально Начиналось все 6 или 7 Около 7 Потом, по-моему На второй карте Чуть ли не 10 А вот сейчас 3 всего С копейками Нелегкая работа У букмекеров Угадывать Коэффициенты На такие матчи Ты вот реально Угадайку Просто играешь И все 2-2 2-2 Куча Калашей Сейчас в защите Для Cloud9 И без ресурсов Остается атака Только Два девайса Которые подсейвили Ну авик есть Калаш есть Можно Что-нибудь И предпринять Не будем забывать Что он 9Z Гораздо лучше Настроенная игра В защите Поэтому Им достаточно Сейчас в атаке Просто уверенно Закончить Первую половину Хотя бы там С пятеркой Ну лучше С шестеркой С семеркой И тогда уже Будут шансы Отправляются Быстро на центр Аксель с Широ Работают в этой позиции Широ пошел проверять Андер Аксель готов распикать Но против него Дэвид Опасно Пока Разошлись Как в море корабли Что по гранатам Остается у коллектива 9Z Три смока Пару флэшек Плюс одна Плюс один коктейль Молотова Ну что он QZ Надо на себя Немножко инициативу Тащить Пока что Просматривает короткий И как раз В этот тайминг ушел И Хоббит Занимает позицию На болоте И там уже Выйти будет тяжело Перетяжка по точку Она по идее Читается для Cloud9 Поскольку у Хоббит Очень много инфы Собирает под бэсайтом И я думаю что Рано или поздно На фане уйдет Туда Пода И будет Третьим игроком Слоу раунд В исполнении 9Z Через центр Двигаются Преимущественно Подтягивается И последний игрок С АВП 10QZ Наверное Все таки Распикает Как-то Дефолт Возможно Подловить Кого-то В прыжке Но и Рок Должен слышать Вот эти вот Прыжочки Так наверное В упоре Это всегда опасно И Аксель Увидел Увидел Видимо Либо услышал Будет работать Под флешку Ну не хочет Аксель рисковать Ой Как Как Их прошли Но Шира Здесь на рекламе На картинке Ай-яй-яй-яй Через Трейсера Ну идет Коббит Спину Хоббит Надо решать Момент Иначе Шира Задавят Хоббит Видит бомбу Забирает одного Второго Спрейм Также кладет Рядышком Бомба валяется 15 секунд Нужно ее подхватить Поставить Для этого Хоббита Нужно пройти Но как же тяжело Он здесь на клумбе Плюс Интерс Ланга Все таки Клауд Найн Смогли Но Ты видел вообще Движение Уже игроков Клауд Найн Например Кто там был По-моему Аксель на ланге Когда он У него был Ему кинули флешку Но он побоялся Под нее пикать И начал Смог кидать То есть Какое-то уже Ощущение То что Ребята пытаются Слишком надежно играть Ну в первую очередь Он наверное Ждал игроков Чуточку дальше Что не один У него Вот так вот Ухоря Это возможно А потом уже Не стал рисковать Закручивать Понимая что Ну можно Пострадать Ну вовремя спина пришла Это прям супер спасло Хоббит просто спас Сейчас этот раунд Вперед По счету выходит Коллектив Cloud9 Появляется Снайперская винтовка Для Широ И сразу же Отправляется Реализовывать Ее Вандер Первый Килл По Роксу И теперь уже Меньшинство Для 9Z Но девайс У DGT Есть И можно с него Как-то удивлять Классная позиция Под флешку Четенько Просто вышибают Хоббита На болоте Баритет По живой силе Дэвид летит Удивляет Вроде бы его Не слышали Вроде бы его не слышали Ох Сейчас он может Зайти в Б-сайт Ай-яй-яй Ну-ка сместился Сюда Аксель Но читает ли Аксель Совершенно нет И скрывает Просто Дэвид Соло Лонг И точку А Команда тут же Перестраивается Ему бы сейчас Девайс схватить Хоть как-то Быть более Более опасным Но девайс упал Далековато И не хочет он Подставляться широ Здесь уже с Авиком Авик у него В руках Это максимально опасное оружие Дэвид просто на пик Выходит на инициативу У него и смог Можно здесь затушиться Отлично Все делает Дэвид просто Как по накатанной И в воде Опять спина Но на этот раз Я уверен Ее должны закрывать Игрок на шарах Где ты? Вот он DJT Минус Нафаня И раунд На ровном месте Нарисовался Опять за 9Z Снова какие-то Лазейки Умудряются Найти эта команда Хорошо Использует карту Использует информацию Постоянно кто-то Куда-то Пытается Просочиться Но мне понравилось Как Хоббита Выключили Под флешку 4F5 Просто все четенько Ювелирная работа Отправляется у нас Широ С интерзом На сейв Понятно тебе вот что-то понравилось А вот можно сейчас Голосовалку? После этого Красиво Красиво 9Z Сравнивают счет Но деньги у Cloud9 есть Поэтому с девайсами Все должно быть неплохо Начиналось все шикарно Конечно В исполнении Широ И вот тот самый Первый фраг Подловили Акселя По точке А Со спины Диджити Здесь закрылся Вопросы По Нафани И заслуженная победа В раунде Формилка есть у Макса Может быть что-то быстренькое Увидим Такое динамичное А есть ли там Какие-то Может быть Спауны Под нее Ну да Макс летит С первым респом А может это Пустро Б А может это В стиле Фурии Сейчас выскочить А там подсадка Аксель Если подловит игрока Который врывается Через шор И ДжТ минус Аксель Ууууу Нафаня Нафаня тушит Просто Макса НКЮЗ Дэвид пытается Раскрутить свою позицию Зная то, что есть игрок На бочках Как же неприятно Как заноза Интерс Ай Живет Живет Тут Интерс Но просто Все Можно сказать Сделал Интерс Да Нафаня Нафаня Кучу киллов дал Но почему Потому что Интерс на бочках Вот просто не давал Они как хотели его убить, и Нафаня раз за разом просто в спину их тут крошил. Кепыч Нафаныч спасает ситуацию. Но как раунд начался? Энтри? Вот прошли бы, еще одного бы убили, либо Нафаня, либо Интриза, и все. Это был бы раунд. Тяжелые, тяжелые волевые раунды даются команде Клауд Найн. Но по девайсам, по крайней мере, сейчас немного потеряли. В этом плане все здорово сейчас, нужно не терять. И бустить свою экономику. Ну как начали играть на НЗ? Уже и арканы какие-то. На равных, да. Раньше сидели просто до десятой секунды. Сейчас уже рашат. Раскрываются. Возможно, тот паренек, который сидит сзади на диване, в этот момент арту написал. Что делать? Рашти. Рашти, Б. Ну Нафаня молодец, конечно. Очень грамотно здесь подстраховал тиммейта. Опытнейший игрок и здорово все сделал. Ну и сейф. Сейф исполнения Диджи Тим. Это четвертый для Клауд Найн. Ну-ка. Ну да, вот эта позиция Бэрлс, когда там закрывается игрок дымом. Она супер неприятная становится. МВП раунда. Капитан команды. Ну и потихонечку формируется уже экономика для Клауд Найн. Да, нужно брать еще как минимум один раунд. Желательно без потерь, либо с минимальными. В дальнейшем будет попроще. Позволили себе закупку 9Z. АВИК для NQZ. Все без изменений. В поддержку 3AK47 плюс Кольт для DGT. Ну и первая респа у снайпера команды Night Z. Отправляется сразу же на детскую площадку. Здесь аксель. Стартовые гранаты. Немножко замешкался. Немножко замешкался. Где Широ? Широ на дуге с АВП. Дефолтный пиксель. Больше даже в туалетах. Просматривает, да, шары. Пока действительно Cloud9 ничего сверхъестественного не исполняет. Но Interes может так подставиться. Если бы DGT пытался хотя бы там парочку пуль послать в этот смок, может быть они бы нашли своего адресата. Будет ли смок сейчас в курилку? В чем вопрос. Просто флешкой прогоняет Широ. Прогоняет. NQZ занимает позицию. Если аксель решит проверить, может подставиться под снайперскую винтовку. Минута в распоряжении 9Z. Перестраиваются под точку B. Там нет игроков в данных таймингах на Монстре. Но опять же сетап там сильный. Под шартом сидит игрок. И за колонной. И плюс очень быстро на фане окажется, на Хеване. Вопрос, какие гранаты будут использовать на НЗ. У них куча молотовых и ни одного дыма. И Дэвид здесь люркует к 100. Тоже не будем об этом забывать. Ой, какая зажигательная, идеальная по таймингу. Так, Дэвида. Перехватили люркера в этом раунде. Не будет. Ух, Интерс. Не готов был увидеть Рокса. Он в бланде был. Да, флешка неприятная. Ну, Хоббит за бэксайтом. Все падает на твои плечи. Нужно тянуть время. Где халпат для Хоббита? С двух сторон разрывают. Нет, на фане, как всегда, страхует. Классно, классно здесь все делают ребята из Cloud9. Никого не запускают под плент. Но на самом деле проблема на НЗ была только в одном. У них ни одного дыма не было. То есть, если бы хотя бы какой-то смог прилетел дефолтный на сайт, все было бы, может быть, по-другому. Они бы поактивно начали двигаться, не подставлялись бы под Хеван и спокойненько могли бы продавить. Но, опять же, нужно грамотно свои ресурсы распределять. Если вы уж хотите выходить под бэксайд, ну, минимум, наверное, смог у вас должен быть. А так, 4 молотовых, но в итоге реализовать их куда-то прокинуть не получилось. Но, опять же, 4-3 пока что счет. 5-3. Да, 5-3, да. Ничего страшного для ННЗ не происходит. Они регулярно выбивают часть экономики из Cloud9. Но СНГ команда включилась. Включилась очень сильно. Да, самое главное, что есть экономика. И даже если здесь что-то пойдет не так, а начинается все очень грустно для команды Cloud9, выпад от Дэвида. Дэвид просто красавчик, да. Вот так в соло полетел, просто заработал преимущество его команды. Ну, какие тайминги, как же Интерс чувствует, да, когда нужно поджечь. Есть у Макса флешки. Вот будет ли он их кидать? У него тег. Дэвид уже здесь. Анаконда уже на лонге. Там на фане за дефолт. Но Дэвид, наверное, не будет первым играть. Он будет до конца отсиживаться, ждать пока команда. Но в теории так должен он сыграть. Он должен подождать большинство. То есть идти ему сейчас погибать нет никакого смысла. По нему уже есть инфа. Они уже примерно понимают, где он. И нужно ждать врыва под Б. Но на фане пойдет проверять лонг и, может быть, убьет его. По-моему, не дочекал. Не дочекал, да. И выходит лонг. Здесь хоббит в спину. Но серия разменов. Как сыграет Давид? Мне больше это интересно. Давид вырубает широ. Но уйти бомба уже не в состоянии. Давид один против двоих. У него авик на руках. Летит со всех ног в коннектор. Там дверь открыта, интересно, или нет? Да, открыта. Но позицию коварную убирает Интерс. Но это не важно. Давид пойдет на сейф, видимо. Или нет. Или через монстр. Сейф авика для NQZ. Это шестой для Cloud9. Двухкратное преимущество. Выезжают ребята. Давидыч дает до жару. Развязаны руки. Сколько работ он сделал в рамках турнира. Вот именно такой, знаешь, прям. Очень важный для команды. Кто залюркует. Интересно, какой Давидыч больше присядет? Этот или... Если под торнадо, то шансы равны. Голосование, какой Давидыч больше присядет? Сколько там? Там тысячу точно приседал. Да я это делал. Там и отжиманий тысяч 7. Ну, это средняя такая разминочная в день. Пошел счет 6-3. Девайс появляется у 9Z. Но нельзя отпускать далеко Cloud9. Нельзя давать вот Широ разыграться. Если у него прям пойдет... Ну, полетит, то Широ, конечно, может и под сороковник настрелять. Двигаются по всей карте сейчас с 9Z. Просто контроль. Пачка лежит. Задача кого-нибудь подловить, укусить. Разыграть большинство. Ну, Cloud9 пока не подставляется. Знаешь, Cloud9 очень легко отдают почти всегда позиции под туалетами. Мне кажется, на 9Z нужно больше действовать в направлении А. Сайта с хорошей раскидкой. Там держать практически невозможно. На точку айса ты вот подпустил прям в упор игроков. Прилетает какой-нибудь Молик за дефолт. Молик на кар. Моменталка. И все. Смог на стерз. И там как бы негде прятаться. Но медленно они занимают эти зоны. Поэтому у них иногда не хватает времени для раскидки. Но сейчас есть фулл раскид. Все отлично по гранатам. Ну и 55 секунд остается для 9Z. В этом раунде Шира. Фулл фокус забрал банан под свой контроль. На длине отправили Акселя. И раскидка под точку А. Прямолинейный выход, судя по всему, в исполнении 9Z. Постараются вскрыть все позиции. Установить пачку. И довести начатое до конца. Подсмоки здесь. Вроде как пытался работать на фане. Аксель соло дуэль против DGT на длине. Дефолтная позиция под 90. От капитана команды Cloud9. Широс АВП. Ну как же, Дэвид. Всем привет. Я Дэвид. И я вас не чувствую. Ай-яй-яй, не чекает 90. На фане тут сыграл. Дым пока что ему позволяет действовать понаглее. 15 секунд. Ребята, надо что-то делать. Рокс проходит на фане. Но здесь Хоббит на размене. Должен выключать. У Хоббита. Макс. Макс. Нужно ставить бомбу. 6 секунд. Максон. Ставит в дефолте Максик. Но тут похоже, конечно, потому что Аксель идет сейчас добивать оставшиеся силы. НКЮЗ с АВИКом 1 на 1. У обоих холл хп. НКЮЗ играет с ВП. И здесь Молик сейчас как зарешает. Аксель все четко сделал. И выиграл раунды. Ну как кусает Дэвид. Вроде Шира в прицеле. Ждет. И тут же доли секунды выпад. Ты труп. 7-3. С горем пополам. Очень сложные раунды берут Клоуд Найн. Но по счету вроде как неплохо вырвались вперед. Бомба стояла. Я не знаю, есть ли там экономика. Не обратил внимания. Там его стрик уже есть. И установочная бомба точно тебе дает шанс закупиться. Ну огрызаются. Огрызаются. Не сдаются. Но маловато будет 3 раунда в атаке. Поэтому нужно какие-то ключики подбирать. Да, действительно. 7-3. Тут 5 калашей. Ну вот как не везет, да? Иногда на НЗ. Вроде все делают правильно. Но где-то клатчи выигрывать не получается. На этот раз выпад под Широ. Без флешек. Пиксель, да. Ну флешка залетела правее. Тут такой прям микро пиксель выбирал Широ. Но Дэвид. Дэвид на включение. Что касается постреляться. Ой, он сейчас еще и в Смог зайдет. Широ может вообще этого не зачитать. Но читает вроде бы. Ширыч проверяет. Не видит. А, ну там он за стеной стоит. Окей. Вот-вот смог рассеяться. И Широ. Очень грамотное решение. Отойти чуть назад. Тем более, что хелпующий игрок подошел под банан. Можно отыграть от Нафани сейчас в паре. И неплохо перестраиваются клауднайн. Тем более, что Хоббит всю инфу по Б собирает абсолютно. И выйти на Б будет сложновато сейчас. Но они принимают такое решение. Похоже, уйти. В распоряжении чуть меньше минуты. Флешка. Флешка под лонг на Давида. Здесь так. В полузакрытую стоит Широ. Давид будет сокращать дистанцию. Интерс готов помочь Нафане. Три игрока принимают. Как это пройти, непонятно. Только стрельба. Только стрельба может сейчас изменить ситуацию. Нафаня в уфоре. Да, видит тень. Пропускает первого. Как обидно. Как обидно. Падает Интерс. Широ. Приходится перестраиваться на машину. Два в два ситуация. Стреляет, но не попадает. Спина горит. Спина горит. Там уже Хоббит просто летит. Он знает, что ребята особо спину никогда не контролируют. Но они оба заходят на кар. Тем самым спасают себе жизнь. Нечитаемый, возможно, сетап два машина. И Макс. Ну, посмотрит ли Макс на спину-то. Ну, Максик. Ну, неужели никто не чувствует здесь Хоббита в спине? Диджи Ти. Нужен убивать Хоббита в размен. Но нет. Абай хорош. Какой раунд подряд уже, Абай, этими обходами их убивает? Я не понимаю. Может быть, на НЗ не в курсе, что там можно ходить вообще? А может быть, они не в курсе, что каждый раунд можно ходить? Либо у них какая-то прям инфа такая отчаянная в ТС, что оба игрока там. Они, мне кажется, слишком были заряжены на первый килл. Они же в паре пытались действовать напротив подъема. Но он не открывался широ. Хорошая работа. Обидно здесь за Нафаню. Вроде пропускал, да. И так бывает. Одного, второго пропустишь, что-нибудь да проверят. 8-3. Во многом сейчас игроки стараются сразу убивать. Без вот этих особых пропускалок. Но у Cloud9 все отлично. Да, в раундах цепляются. Да, постоянно теряют девайсы. Да, постоянно какие-то клатчи один в один. Но тем не менее, а раунды накапливаются. И уже восьмерка, и уже первая половина за СНГ командой, СНГ коллективом. Но на НЗ тоже прекрасно понимает, что им просто взять, какую-то небольшую серию раундов, и Клоуда останутся вообще без экономики. Но для этого нужно начать с чего-то. Зацепиться бы хотя бы за какой-то раунд. У них для этого все есть. Перезакупились. Часто получается дать хороший фраг у Дэвида, но вот доработать до победы с этим трудностями явны. Двойка быстро активно действует по центру карты. Дэвид, в который раз энтри. В который раз энтри дает этот парень. Просто через всю длину перестрелял Шира. Ну, Дэвид вообще сегодня жарит. Дикий какой-то стрелок. Плюс у него всегда руки развязаны. Он заметил, он играет отдельно от команды частенько. Парный выпад. Аксель решил остаться в этой позиции. Обоюдно собрали информацию. Флешка полетела. Дэвид остается за камнем. Тройка двигается по дуге через туалеты. Подтягивается также диджи Ти с точки Б. У Клауд Найн двойка напротив Монстра в упоре. Ну и в паре работают на длине. Наклейка бомбовая на самом деле там навики. Ну, Давид опять же работает очень четко. Двоих забирают уже в этом раунде. Ситуация 5 в 3. На НЗ нужно только в плюс для себя разменяться зайти. Давиду ни в коем случае погибать нельзя. Он уже сделал всю работу. Афаню заставляет встать на 90. Больше позиций не остается. Потому что Хоббит занимает бэксайд. Давид все равно почему-то идет первым. Учитывая его количество хп, это странно. Но хочет собрать инфу. Да он еще и килы дает. Давид в итоге еще и ввел прицел у Нафани. Как же много работы делает Давидыч. Это четвертый. И сейчас посмотри, что по деньгам у ребят. У них проблемы. Да, они смогут кое-как закупиться в этом раунде. У тебя есть что под торнадо? У меня есть же. Без торнадо я бы уже откис здесь. Ну Давидыч браво. Просто next level. Стрельба, выпады, не боится. По факту один сделал раунд. По факту это все тренировки. Если каждый день тренироваться, можно не таких достичь успехов. Ребят, пять игровых ПК разыгрывает Рубет, а также 50 пополнений на ваш баланс. Для этого пишите в чат прямо сейчас восклицательный знак RUGIF. Кликайте по ссылке, читайте. Условия очень легкие и у каждого есть шанс победить. И смотрим, как решают свои финансовые трудности. Коллектив Cloud9, CZ для Хоббита. Что у Нафани по итогу? Ну, ППшка, MP9. Туда-сюда перебрасывает. В итоге осталось у Капитана. Две Ски плюс тридцатка. Есть небольшой набор по гранатам. На старт 100% хватает. Аксель летит сразу же драться за длину с широм. Ну и выход под B. Выход под B. Вот команды из Южной Америки. Тут флешки готовятся. Будут врываться с двух направлений. Уже обжигались они от врыва в монстр. Постоянно там обновляется смог. И решили сейчас пойти через короткий. Но для этого нужно занять болото для начала. Опять же, все это делается под флеш, естественно. Нет, просто контакт там выходит. Ну и что? Максон. Нужны от тебя флешки хорошие, ювелирные. Пошла раскидка. Раз флеш. Два флеш. Все в лайнде. Пушит двоих Рокс. На фане на размене. Но по нему также есть инфа. Широ проседает. На фане с вертушки забирает. Макс нужно сэвить. Точечно. Хотя погоди. Погоди. Под B сработал. 9Z со спины подключается Аксель. Тут NQZ с AWP вроде как смотрит. Да, успевает опустить прицел. Точным выстрелом падает Аксель. У нас отправляется в следующий раунд. Ну и Широ на лоу хп текает. У нас сейф. 8-7. 9-7. 8-7 будет очень сладко. Это будет прям нереально сладко для NNZ. Это слаще, чем топ-дог. Дорнадо. Паргу точку. Ты сейчас весь топ-дог выпьешь. Ну неплохо. Неплохо. Это говорит о том, что действительно раунды даются тяжело. В команде Cloud9. Вот и первая половина уже за ними. Я просто вижу, сколько вообще в пуле раундов у NNZ. Вот сейчас в этом раунде ничего особо свирки естественного не было, да? Накидали флешек. Макс просто их раскидал по одной с ДЛМ. И ребята вышли толпой с шортный контакт. Все. Просто, лаконично, но как эффективно это все работает. Экономически с дефолтными пистолетами. Это должен быть легкий шестой для 9Z. И вот за последнюю уже ребята будут бороться. Текают под B. Врыв на монстр. Точнее на шорт. Прилетает коктейль Молотова. Двигаются парами. Главное этот раунд не проиграть, ребятам. Там пистолеты. Конечно же хочется им шестерку 100% забрать для себя. Тут Хоббит пока что Солос, Юспом. Один в поле не воин. Четверка действует на болоте. Но уже много инфы собрали ребята из Cloud9. Возможно получится. Но открыли же дверь. Почему Рок туда не смотрит? Это вообще загадка для меня. Но успел развернуться. Благо там только пистолеты были. И не сильно получили дэмэдж по себе ребята из 9Z. 8-6 последний раунд первой половины. Навик есть у нас фани. 5-650. Надо скидывать. Да. А снайперская винтовка уже на руках у Шира. Какие идеи сейчас у Cloud9? Какие идеи? Возможно поджать. Стать на дефолт? Может быть поджать. Пробовать фонтан. Не знаю. Шира хотелось бы поактивнее может быть сыграть в этом раунде. Но Шира бежит под бет. Икать монстр наверное. Макс под смачок занимает уже у нас болото. Возможно в этом раунде 9Z запланировали подсадку. Или по флешку внезапно. Вот так вот будет врываться. Здесь Шира в пиксель смотрит. Есть первый минус. Первые контакты сразу же. Увенчались успехом для команды Cloud9. Вроде как есть понимание. Дэвид у нас на детской площадке. Он отправляется на свою любимую длину. Ну поняли что снайпер под бей. Можно сейчас на самом деле пода может быть перестроиться. Вообще бомба уходит. Но DGT хочет на себя еще всего внимания. Активно показывает и делает вид что мы здесь. Но понимать должны Cloud9. Ой сейчас поймает смотри. Нет не поймал. Какие позиции будут занимать сейчас игроки защиты. Ну пока по классике. Один прямиком поближе к банку. Второй на машине. И по-моему стягивается также еще Шира с АВП. Прямая линейная. Мне кажется сейчас будет прочитанный 9Z. Так понятно. Проблема в том что даже когда ты читаешь. Ну если дадут раскидать дымы. То обороняться здесь очень сложно. Моменталка прилетает. И все позиции в бланде. Вот смог пытается просачиваться Рокс. Но честно говоря попахивать 9 раундами. Думаю что Аксель его здесь не запустит. Моменталка нужна. Но Шира выкуривает. Пол хп потерял. Нафане справляется с Роксом. Ну примитивный. И как всегда хоббит в спине. Какие тайминги. Как он чувствует этот момент когда нужно ворваться. 9-6. Три раунда преимущества у Cloud9. После первой половины. Пистолетка нужна. И да. Пистолетка кровь из нас нужно забирать. Но в сути она нужна для каждой команды. Ну просто для 9-Z она конечно поважнее будет. Но учитывая как на Дасте все сложилось. Там 10-5 был счет. Да по-моему после первой половины. Сколько я помню. А режиссер нам подскажет наверное. По-моему 10-5 был счет. Да 10-5. И пистолетка спасла тогда на 9-Z. Сейчас Cloud9. За атаку. Появляется у них смог молек. Естественно по 250 для Шира. Или нет с Глоком Шира бежит. Так ну что. Летим. Летим NQZ на центре карты. Сразу же пошел поджим. Не боится. Подсадка здесь. Дэвид Макс пошел проверять трубу. Пока все неплохо складывается. Вроде как для Cloud9. Вдвоем готовы врываться через монстр. Там Рокс мутится под смачки со спины. Готов заходить. И вроде как проверяет Шира. Ждет Макс. Важная дуэль. Кто кого. Шира справляется. Пока в большинстве остаются. Команда Cloud9. NQZ со спины. И они летят на точку. А через Андер. Не прочитал NQZ сейчас. К сожалению. Тайминги были шикарные. Для того чтобы зайти в спину. Но Cloud9 перехитрили своих визави. И уже выходят под асайт. Сейчас будет установлена бомба. Но я думаю что кто-то у Cloud9 спину да посмотрит. Все таки это не 9Z. NQZ полетит наверное все таки. Не через длину. На центр. Там Широ с юспом. Двойк банк и подъем. А есть ли киты? Да. Киты у Рокса. Сейчас просто на шифте выйти. Так. Неплохо Хоббит отстреливается. Шира с ним ему хилпует. DGT знает где Хоббит. Нужно его продавить. Киты есть. Китов не вижу. Киты были у Рокса. Киты были у Рокса. Смока нет. Не успели. Я думаю что Широ здесь просто на опыте раздергает. Не позволит. DGT вытащить эту пистолетку. Ну какие тайминги. Как прочувствовали. Как вот вовремя приняли решение. Перетянутся через Андер. И по факту этим самым выиграли пистолетку. Ждем. Решение от 9Z. Будут ли рисковать и форсятся. Или же все таки отдадут. 11 и включатся со следующего. Думаю будет отдавать наверное. Хотелось бы Алик получить. А в секунду было опасно. Вот двойка сразу упала. Да. Но Хоббит с тиммейтом быстро все это отредактировали. Нет. Решили делать ЭК. Попытаются они по максимуму экономики себе забрать. И может быть купить АВП там сразу же для НКЗ. И будет попроще все. Но это 11 должен быть для Cloud9. Вряд ли здесь получится что-то с пистолетами с голыми. Делают укрепления в туалетах плюс душевые. Лонг также сидит двойка. И пойдут ли в эту ловушку Cloud9 или нет. Пока что вроде бы да. Два по крайней мере на детской. Смог в курилку. Хоббит да. Очень много в этой карте делает работы. Очень много. Да. Хоть статистика такая. 11 на 11. Но какие киллы. Как он спасал несколько раундов. Здесь конечно работа. Ой-ой-ой какая. Но вот здесь смогли его. Там калашик. Забрать в размен. Хотелось бы конечно ущипнуть девайс. Но там Нафаня вроде как под флешку готов распикать. Но девайсик то уже лунг и Z. Не хочется Нафаня идти. Здесь пину могли Широ забрать. Но подстраховал Нафаня. Знает где последний. Скорее всего игрок с девайсом работает именно в этом направлении. Да. Нафаня погибает. Но бомба уже заберется. Сейчас побежит на точку B. Было близко. На самом деле если бы Широ убили на банане. Вот пока что на NZ просто где-то чуть-чуть не везет. В перестрелках. Широ там попали по голове. Но он с вертушки умудрился убить. И что будет делать Тин Кью Зет? За ним тоже выехали. Пытается Аксель его найти. Не хочет чтобы Калаш оставался в защите в следующем раунде. Открытая установленная бомба под B. Последний игрок на NZ на длине. С трофейным Калашом. Дал он уже в этом раунде пару киллов. Ну я думаю что тем же Клод Найн не стоит его особо искать. Понимая что в следующем в любом случае был бы оружейный. На 90 закрывается Интерс. Просто ждет. И дуэль против НКью Зет неизбежна. Приветики. Плюс Калаш для Интер за 11-6. 5 раундов преимущество. Ну и теперь уже оружейный. От защиты. НКью Зет 5-350 Навик есть. Надо покупать. Появляется снайперская винтовка у защиты. Сейчас самое интересное для Найн Зет. Смогут ли они все-таки продавить Клауд Найн? Ведь есть попытки. И на самом деле попытки очень даже неплохие. Если вспомним сколько в Клаче было выиграно раундов Клауд Найн. В Клаче 1 на 1. 1 в 2. То конечно все могло сложиться по другому. НКью Зет пошел сразу же щупать центр. Яму у Макса здесь. Много работы. Двойкой целой работает Клауд Найн против его позиции. В размин хотят сыграть. Но каким спреем. Просто два хэдшота. Невероятная стрельба от Макса. И парное звено рухнуло. Ой как он попадает по Хоббиту. Казалось бы должен быть труп. Широ выключает там битого игрока в Андре. Но сам свою позицию этим самым дискредитирует. По моему по Акселю также есть инфа. Ситуация 2 в 4. На Найн Зет нужно не только выиграть раунд. Но и постараться как можно больше гивайсов засейвить. Не надо погибать. Не надо отдаваться. Сыграть в парах 2-2 по сайтам. Все что нужно сейчас для Найн Зет. Аксель ждет врыва. Но никто не пойдет. Да. В этом плане в дисциплине у Ди Ви Зет все прекрасно. Смачок пытается как-то забайтить. Внимание на себя. Широ отправляется на длину. Его тиммейт также подтягивается. Нет. Сидит в позиции до сих пор. Ждет врыва через шорт. Ну и здесь наперская винтовка от НКЗ. На него идет прямиком Широ. Возможно откроется на прицел. Ладно. Может не поймать. Ну как чувствует, да? Чекай. Просто перестроился и ушел. Очень, очень четко чувствует тайминги. Но это по-моему сейф, я так понимаю. Десятый левел в фейсе. Да легко. 9000 ммр проще не бывает. Заряжай свои аккумуляторы и достигай высот. Торнадо Энерджи. Бесконечная энергия на пути к твоей цели. А тем временем на Ди Ви Зет на пути к своей цели берут седьмой. С одной потерей два сейва от Клауд Найн. И что вообще по деньгам? 1400 было. Вот тут, конечно, дикий момент от Макса. Не без везения. Да. Но все же, как говорится, везет сильнейшим. И первый же девайс на Ди Ви Зет забирает. Притом очень уверенно. Не потеряв практически девайсов. Только один погибший у них. Это, конечно, не может обрадовать команду Клауд Найн. Потому что им бы хотелось какое-то экономическое преимущество забрать. На старте. Но полетели. Окей. Перезакупились Клауд Найн. Там Хоббит вынужден играть с Маком. Но это не страшно. Неужели быстрый агрессивный выпад по точку Б? Нет. Все-таки двойка действует еще в направлении медла. И вот только сейчас стягивается Шира сюда. И будет выпускать своих тиммейтов. Как сыграет пара? Под точкой Б. Сейчас все на их плечах. Да, у них есть хлопующий игрок. Это Ди Джи Ти. У него и зажигательная, и флешка. Но здесь Дэвид. От него многое будет зависеть. Не раскручивает свою позицию. И знает то, что есть на бочках. И только Ди Джи Ти смог зацепить одного игрока. Располагается Клауд Найн. Сразу же отправляются на сейв. Команда 9Z понимает, что здесь рисковать девайсами не стоит. Хотя вроде как идут. Осколочная полетела в дефолт. Макс. Но нет, все. Отступать. Думали, если троих взорвут, то пойдут. Так, у меня есть гранатка. Сейчас я ее закину. Если минуса будут, врываемся. Ну, четко сыграя Клауд Найн. На нежданчике такой вот раунд. Быстрый, темповый на контакт. И опорники БСА это просто попали в просак. Двенадцать семь. Двенадцать семь. И, наверное, из положительных моментов это сейв трех девайсов. Поэтому в следующем все по-прежнему будет опасно для атаки. Нужно придумать что-то новое. Как-то умеют, да, сейвить. Вспомним на Дасте 2, сколько сейвов подряд они делали. По-моему, три или четыре. Но, тем не менее, да, забрали. Смотрим юбилейный двадцатый раунд с девайсами. Как для одних, так и для других. Но цена, цена для 9Z, она явно высока. Потому что экономики практически не осталось. Если сейчас Клауд Найн зацепится за это, то там и четырнадцатый, скорее всего, прицепом должен залетать. Но начинается все с энтрифрагов. От защиты два безответных фрага. Здесь Максу нужно закрываться и не рисковать. Перестраивается снайперская винтовка под дефолт в точке А. Ну и здесь халявный минус по Акселю. Но Хоббит вырубает NQZ, снайпер пал. У него есть холпующий игрок, но нужна ему срочно помощь. Потому что все остальные игроки по-прежнему под бессайтом. Но посмотри, где бомба. Она еще на шарах валяется. То есть, по факту, сейчас Клауд Найн ведут отстреливать без бомбы на руках. Попробуй отстрелять еще, DGT. Один из сильнейших игроков данного коллектива. И уже Макс со спины с одной потерей. Всего лишь восьмой в копилочке. А есть ли деньги у команды Клауд Найн? Ну, наверное, все-таки в 2 кабай должны сейчас уходить. Ну, там у троих-четверых точно будут какие-то деньги. Но, опять же, это будет без особого раунда, без гранат. И уже таким раундом, наверное, контактом на беты не удивишь. Сейчас уже Южно-Абеканская команда будет готова к этому. Решили закупиться. По минимуму гранаток сейчас для Клауд Найн в этом раунде. С P250 Интерс, но у него есть смок. Похож раунд на тот через монстр. По сетапу. Чисто по сетапу. Также вчетвером быстро бегут. И один остается на детской. И широ на флешках стоит, смотри. Но тут уже 3 принимают монстры. Учатся быстро на НЗ. Да, флешка прилетает неприятная. Но Дэвид с Калашом делает много работы. Широ смог реализовать свой девайс. Но тут уже, конечно, конечная для команды Клауд Найн. Хоббит в соло. Где-то там изначально был на шариках. Как же на НЗ подстраиваются, видел? Да. Четко поняли, что опять сейчас не самый сильный бай у Клауд Найн. И они могут точно так же сыграть через монстр. И сыграли уже 3 монстра. То есть с пониманием игры у них полный порядок. 9-12. Я не верю в это, что сейчас мы смотрим. Да, это самая жесть, что на турнир-то залетали команда с 52-м рейзингом. Изначально, мне кажется, там еще хуже. Нет? По-моему, на старте у них была 52-я строчка. Сейчас я, подожди, свои блокнотики расчехлю. А у тебя там фулл записи. Там все вообще, вся статистика. От и до. Так, да, 52-е место было у 9Z. Вот так вот. А блокнот не врет. Там каждая страничка подписана Вайсиной подписью. Ее не подделать. Много вообще сенсаций у нас уже произошло. Какие камбэки, возвращения, какие-то победы грандиозные. Реально, Counter-Strike радует изо дня в день. 12-9. Три раунда всего преимущества. Но впереди экономический. Это должен быть десятый, по-хорошему, для 9Z. 9Z, и нужно заняться своей экономикой. Тут даже нечем цепляться. Пистолетов даже нет, банально, каких-то недефолтных. То есть только глоки. Но вот из хороших новостей, что и сейчас разыгрывается 5 игровых компьютеров и 50 пополнений на ваш баланс на рубет. Для этого просто пишите в чат. Восклицательный знак RUGIF. Переходите по ссылке, участвуйте в розыгрыше. Тушит Макс двоих. NQZ его подстраховывает. Но это раунд-филлер. Естественно, шансов у Cloud9 здесь никаких не было на его взятие. Только чудо могло спасти, если бы там, не знаю, свет выключили или еще что-то. А так, с глоками тут особо не повоюешь. Десятка для 9Z. 10-12, разрыв минимальный. И страшновато за Cloud9 становится, честно говоря. Потому что они уже на такой стадии, когда, мне кажется, они попробовали уже все свои сетапы возможные, да. И трудно чем-то удивить. Широ с авиком, по-моему, не попробовали. Да, вот в атаке у Широ, по-моему, МВП еще не было. Возможно, я, конечно, ошибаюсь. А то, что страшно за Cloud9, я с тобой здесь полностью солидарен. Потому что против Фурии со счетом 8-15 ребята в защите дали камбэк. Здесь это говорит о том, что они очень комфортно себя чувствуют. Широ с Кригом мы еще не видели сетап. Ну, Базука на руках. По-моему, впервые в рамках турнира. Я вижу СГ. Аук был. Ой, сейчас Аксель пойдет, интересно, в соло занимать короткий. Очень многое сейчас стоит на нем и не читает этот буст. Ну, элегантно двигается, да. Какие решения? Как точечно. И смотри, где NQZ стоит. Как точечно. Уходит. Сразу же уходит, понимая, что есть уже entry и есть большинство. И не нужно рисковать и играть одному. Можно перестроиться и сыграть с тиммейтом в паре. Это просто загляденье, а не команда. Хоббит. Предстоит дуэль против Макса, потому что тут уже подтянулся в упор на лонку. NQZ здесь пиксель. Идеально выходит под него на фане. Готов выходить на следующий килл. На инициативе просто открывается. Минус по интерзу. Браво. Ох уж этот NQZ. Просто браво. Просто перемалывают. И не дали даже до бомбы добраться. Клауд Найн. Берет тактическая, берется пауза. Нужно что-то решать. На балансе по 3000 голды. Как? Что закупать? Можно купить, конечно, пистолеты и арморы. До двух, до полторы тысячи. Как-то попробовать потом на лустрики сыграть. Но для этого тоже какая-то нужна идея. Я уверен, что какой-то лобовой атакой простой под B не удивишь на NZ. Они с бразильцами играют. Они знают, что такое Russian на B. Хотя вчера FURIA их несколько раз Russian перевернула там. И в итоге забрала оверпасс. Так, пятачки. Это очень важно сейчас. Реальная ситуация такая, знаешь, когда вроде ты явный фаворит. И у тебя все неплохо так складывалось за первую половину. Да, близкие раунды. Но вот сейчас ты уже, там, один раунд и паритет. А он, скорее всего, будет. Если только какие-нибудь шельные ши с деглов не залетят. Угу. Но они могут залететь. Парни матерые. У них все с этим в порядке полностью. И Клаудан не из тех команд, которые тельтуют. Ёшкин. Я сейчас, если честно, просто чуть не упал. После двух торнадочей такие нельзя показывать. Летающие, честно говоря. Моя вестибулярка сейчас просто в шоке была. Так, ну первые пики. Первые пики. Спокойно справляется с ними защита. Да и вообще, в целом, похоже, можно заканчивать 5-0 этот раунд. Остается последний Широ с бачкой на руках. Но 12-12. Ребят, да. Кто бы мог подумать. Все в порядке. Скажи об этом пару часов назад. Я думаю, что никто бы не поверил. Я видел камбэков от Клауд Найн, когда они были гамбит. Не сосчитать, реально. Эти парни не тельтуют. Эти парни никогда не сдаются. Это точно. Они будут играть до последнего. Поэтому Найн Зет, поверь мне, это только начало еще. Вот сейчас те самые чемпионские раунды, которые нужно тащить. Все, что было до этого, не имеет значения. Эти 12 раундов, которые они взяли, это всего лишь разминка. Вот сейчас будет пот. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Наливайте себе прохладного торнадо. Если нет, но есть поблизости ларек или магазин рядом, я думаю, что можно так резко за торнадо чем слетать. Но можно пропустить какой-нибудь момент. Не знаю. Нужно кого-то послать за торнадо чем-то. Ох, ребятки, вот это да. Вот это матчи сегодня. Какая же битва за полуфинал. Ну, мне... Я кайфую. Я смотрю вот этот матч и прям наслаждаюсь. Честно говоря, предыдущий финал B.I.G. и Eternal Fire мне не так понравился. Там, мне кажется, B.I.G. просто отпустили Даст. А вот здесь именно прям битва. И Майн Геймс, и стрельба, и все на уровне. 12-12. Есть винстрик невероятный уже на НЗ подряд. Идет, 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 идет Максик. И тут же НКЮЗ. Они все поджимают. Где-то собирают инфу. Запустили уже Cloud9 игрока на болото. Ну, расправили крылья сейчас 9Z. Они гнут свою линию. Они не боятся поджимать. Нагло действует игрок на шариках. НКЮЗ с АВП. Здесь вроде как пропустил и не чувствует. Слышал, интересно. По-моему, нет. Интерс здесь, я думаю, что близок к первому киллу. В этом раунде, в 25-м. Как действует вообще команда? Перетяжка. Пошла ротация. Вроде как туда-сюда. Интерс его видел. Ну, смотри, там выход с площадки. Начал уходить игрок с ланга. Но на фане открывается, перестреливает. И тут же переключается под ланг. И подставляется НКЮЗ. Вот вам и игра. Вот вам и поджали. Подарили эти киллы сейчас для Cloud9. Урогс должен забирать здесь. Он смог развеяться по факту. Если бы еще второго тушил, то это было бы, конечно, печаль беда. Но успели, как бы, прийти. Игрок уже ныряет на воду. Нет, нет, нет. Сейв. А какой сейв там? По 13 тысяч. Ну, уходят, наверное, нет? Нет, пошли. Пошли душить. По 13 тысяч практически у всех. Поэтому нужно пробовать рисковать. Дэвид, ну, возможно, не чувствует позицию слева. Кстати, на реакции. Справляется с Хоббитом. Запрыгивает на бэксайд. Но Интерс хелпует. Последний Диджи Ти. Знает, где Интерс. Он знает, что он там же был. Сейчас будет пикать. Сейчас Интерс будет пикать. Играет очень хитрой Интерс. Он не чувствует его. Не читает Диджи Ти, что он там. Да, тут уже вообще-вообще не чувствует. Только Интерс сам может подарить этот раунд. Интерс по красоте сделал. Выиграет. Ну, какой раунд на тоненький, да? Просто жесть. Просто жесть. Два фрага. Первый реально обидный для 9Z. Но этим раундом... Позволили себе сыграть в поджиме. Позволили немножечко расслабиться, знаешь. И Клауд Найн их тут же на это за это наказывает. Потому что Клауда это тоже мастера контроля. Мастера игры от дефолтов. И, естественно, такое не прокатит. И сейчас, мне кажется, уже на НЗ больше так экспериментировать не станут. Хотя пошли. Снова агрессивно. Снова на шары. Там уже на этот раз снайпер играет, НКЗ. Хоббит несется на всех парах. Частенько занимает на ноге. Ну, ХА-шка неточная. НКЗ, нужны киллы? Хоббит пытается как-то промутиться на шарике. Распикает детскую площадку. Понимает, что по таймингам здесь ничего не выросло. Нужно оттягиваться. Но вот одного, наверное, в Андере оставлять нежелательно. Контролят карту Клауд Найн. Как-то без каких-нибудь быстрых, опасных врывов в ту или иную позицию. Трэк безошибочный сыграет. Мне кажется, здесь Макс в очень опасной ситуации находится. Но Хоббит пытается найти инфу. Какой-то контакт обновляется. Смог на монстре. Макс дальше действует агрессивно. Будет ли... Нет, у него ушел игрок Сандера. Ушел игрок с Клона. И может дверь открыть, просто Хоббита убить. На фоне на шариках. Подсадка. Подсадка, которая может сейчас сработать. Хоббит! Ну что, пострельбеду, где реакция? Как же был близок сейчас к Энтри. Надо на Макса смотреть, потому что на нем многое. Открыть дверь, убить Хоббита сейчас все шансы есть. Никто его не прикрывает. Макс в Андре, но он пока что не понимает, чекает ли его хоть кто-то. Нужна флешка на болото, и Макс под нее может ворвать. А тут уже Хоббит в позиции. Макс поздно все сделал. На фоне идет, на фоне идет со спины. Все, очень долго боялся. Падает Рокс. Ну как же распечатали сейчас опорников. Ди-Ди-Ти за бэксайтом. Но ты один здесь ничего не сделаешь. Тебя в размен 100% заберут. 14-12. Это жесть, а не возвращение. Клауд Найн. Вот это их сила. Это их фишка. Самое главное всегда была. Только дайте возможность, и вас задушат. Все, на морали уже играют ребята на НЗ. Но у Макса были шансы. Там Хоббит, как он бегал открыто. И ведь Макс же прочекал, что его никто не контролит. Почему он не рискнул открыть дверь, убить? Попросил бы флешку с Б, накинули бы моменталку. Вышел бы болото, пикнул. Ну вот где-то уже, знаешь, подзакрываются на НЗ. Играют не на уверенности, как было раньше. А вот на уверенности играет Клауд Найн. Я говорил, что так будет. Что это 12 раундов ничего не значит. Самое интересное впереди. Ну как же потеет Макс? Лидер по киллам вообще на карте 25. Ну я бы сказал, Давидик тоже неплохо отыгрывал в атаке. Но вот сейчас как-то в защите его не видно, да? Что есть, то есть. Два раунда преимущества для СНГ коллектива. Ребятам нужно просто дожать. Но там есть экономика. Поэтому я думаю, что на два раунда подряд у ННЗ будут девайсы. А в этом от одной снайперской винтовки три эски плюс тридцатка у Дэвида. Отправляется у нас снова занимать болото коллектив Клауд Найн. Также занимается и детская площадка. Хоббит на быстрых таймингах уже под бустом. Ну и 4Б играют 1А. Должны понять на ННЗ, что делают сейчас Клауд Найн. Они играют в душный контра-страйк. Они просто контролят каждый пиксель. Подходят по точку, раскидывают и выходят. И НКЗ и команда, наверное, самое простое будет для них. Это просто экономить свои гранаты. Не тратить их на старте. И раскидывать на поздних таймингах. Это может помочь. ННКЗ пытается найти энтри. Заметил игрока. Который испарился просто. Страшно. Страшно. Как не везет. Как не везет второй раунд. Брэвида жестко прикрывает. Сейчас Хоббит остается красный. У Макса дефолтная позиция. Но на фане идет под андер проверять. И перестраивается команда Клауд Найн по точку Б. 45 секунд. Все еще очень много игроков под Б. Но у них практически нет гранат. Есть единственный смок у Давида. Куда он его прокинет? Нужно бросать его прямо сейчас, пока есть тайминг. Прямиком в ловушку по идее идут. 30 секунд. 30 секунд. Прилетает флешка. Начинается выход с Маком. Закрывается Давид на ABC. Падает Рокс. Что за поинты? Чуточку не доиграли. А что за поинты вообще? Ну вот, решили так. Видимо, готовы были быстро перетянуться. Может быть. Не знаю, что пошло не так у 9Z. Позиции действительно были не самые, наверное, благоприятные. Макс открывается через шорт под флешку. В дефолте хоббит битый. А вот на фане похоронился. Да, здесь позиция такая, что тушите свет. 15-12. 15-12. 3 матч-поинта. Старались, ребята. Но ты вспомни последние 2 раунда. Подсадка диджити хоббита не смог забрать. Хотя там было секунды 2. Сейчас... Ну, ручки потрясутся. Да, сейчас быстрый выпад с АВП. Пробивает хоббита. Он красный остается, выживает. И вот такие неприятные моментики. Плюс зачем-то уходить прям под воду. У тебя есть смок. На таймере 30 секунд. Просто дай смок в шорт. Встань под спокс, играй. Ну, понаглее. И не запускай игроков на точку. Это опыт. Это опыт. В таких стрессовых ситуациях видно, что ребятам его не хватает. 3 матч-поинта. Клауд-9. Ну, потрепали нервишки. Да, 9Z сегодня. И зрителям, и самим игрокам. Но все же еще есть 3 попытки. 3 раунда нужно взять команде, чтобы свести все это дело на допы. Возможно, получится. NQZ снова на центр, на шарики отправляется. В этот раз просто гранатка в яму. Кстати, неплохая. 100 хп плюс-минус в сумме. Теряют сейчас игроки Клауд-9. И двигаются через длину. Ну, 9Z. Все еще есть шансы. Все равно. Девайсы есть. АВИК есть. Он QZ. Можно цепляться. Можно выводить на допы. Но Клауда уже почувствовали вкус крови. И, конечно, такое могут не отпустить. 26% в чате верят в допы все еще. Как на первой карте? Верили изначально в 9Z. Клодна, кстати говоря, давненько на они ходили. Перестроили. Сейчас выходит через лонг основным звеном. Тут укрепление. Но там АВИК, да. Тут тройка. По-моему, на клумбе, да? Да. И Макс в упоре. NQZ. Здесь классный пиксель. Можно подловить Интерса. Через длину работает тройкой команда Клауд-9. Там за дефолтом DGT. Полетел Смок. Будет принимать в него. Там по центру карты где-то ползают. На фане. Неплохой врыв. DGT справился. Он не знает, что здесь снайпер. И после разменов пока большинство. А как его пройти? Смока нет. Никак не закрыть от снайпера. Никак не закрыться. Нужно действовать. Но спина уже поджата. Давид здесь на шариках. NQZ вас не пропустит в сайт. Ой-ой-ой-ой. На фане. 20 секунд. Широ. На фане. Может быть сейв уже планируют. Но вас и на сейве здесь задушат. Не позволят вам уйти. Но с другой стороны на NZ сейчас не в тех условиях, чтобы идти выбивать девайсы. У них у самих там лоубай. Да, им просто нужно любой ценой взять раунд. Подловили Дэвида. 5 секунд. Это победа в раунде. Как цепляет. 9Z. Ну реально просто. И сейчас надо на NZ. Черт придумывать с B. Потому что туда пойдут. Клоун 9. Опять будут контролировать, душить это B. Надо наверное авику туда вставать. Увидим. Увидим совсем скоро. 29 раунд. С девайсами и для одних и для других. Какие идеи? Есть первый респаун. НКЗ. Куда полетит этот снайпер. Аккуратно играет через лонг. Опять же упорно об этом. Посмотри, куча гранат. Зажгли сразу же Бэрролс. То есть для чего это было сделано? Чтобы потратить все гранаты стартовой СБ. Они сделали вид, что выходят под B. Заставили выкинуть опорников все свои гранаты. Посмотри, сколько гранат осталось у защиты. Практически не осталось. Подсад сейчас читается по идее. Но под флешечку грамотно Хоббита уже отправили в следующий раунд. Тут же зажигалочка полетела под буст с ХЕшкой. Последние гранаты тратят. Ну, неужели вы еще не поняли, что Клауд Найн не торопится в своих раундах? Выход пошел контактом Монстр. Здесь сетап, опять же, не самый сильный. Но есть игрок в шортей. Давид встает под тень. Будет играть. Есть враг. Тут фулблайн не закрывает его Интерс. Но шорт по-прежнему за командой. Найн Зет нужно байтить на свой шорт. Нельзя погибать игроку на воде. Диджей Ти просто пикает на инициативе. Минус Шира, минус Интерс. 15-14. Нафаня живет. Но будет сейвить. Как это возможно? Один шаг до допов сейчас. Но, кстати, экономика будет на баю. Клауд Найн там по 2000 и 1600 у них на руках. Оу. Дэм. Уляля. Что за... Как тяжело. Полидолыч сегодня подъехал. И... 2-0 сменяется. Тут как бы 2-1, возможно, с допами. Красиво. Красиво играет. 9-Z. Просто продолжают удивлять. Это какой-то шок, реально. То, что видят сегодня зрители, это фантастика. 15-14. Один раунд. И допы не за горами. Либо один раунд и победа Клауд Найн. Жесть. Жесть. Ну, какой исход. В любом случае. В любом случае. Я думаю, что 9-Z просто зажгли. Это респект. Конкретный. Но что? Надо до камбэкать до допов. По-любому. Раз уж взялись, давайте до конца. Но как сейчас Клауд Найн сыграет? Мне очень интересно. Бай не самый сильный у них. Но достаточно. Там калаши. И с Авиком. Авик. Единственная проблема может быть по гранатам. Но с другой стороны убойная сила имеется. И можно от этого отыгрывать. Авик. Дуэль. Дуэль, возможно, мы увидим в перспективе. НКЗ забирает в соло длину. Его тиммейты ближайшие в Вандере. По-моему, только Макс. И двигаются контактом. Вот здесь можно удивить Макс. Пошел в поджим. Много информации сейчас может собрать для своих ребят. Но он не рискнет подниматься наверх. Сойти им со спины. А вот если бы это был Арт, он бы уже наверх полез. Ну и посмотри. Банан вообще никто не контролит сейчас. Игрок с Авиком на лонге. Банан никто не просматривает. И по факту это окошко, в которое могут Клауднайн ворвать. Раскидывается А. И проблемы серьезнейшие сейчас у ребят. Снайперу нужно перестраиваться. Но все. Все позиции отданы. Там игрок с закрытым на шариках. Он должен справляться с Максом. Авик пока не может работать на длине. Широ перестраивается в эту позицию. Под флешку. Грамотно. Идеально. Прошли. Макс в размене. Все здесь идеально. Просто 2 кила. Последний Рокс. И это победа. Победа команды Клауднайн в упорнейшем противостоянии. Это такая потная игра. Какая же заруба. 9Z. Что творят эти парни вообще? Какой контрстрайк они завезли? Ну браво. Браво. Я не знаю. Я не верил вообще в это. Я думал, что ребята прыгнули выше головы, когда обыграли Фурию. И шансов там на плей-офф у них вообще никаких нет. Тут просто Клауднайн. Ну короли. По факту сейчас ХЛТВ. И как же были близки на НЗ. Где-то вот в последних раундах, да. Где-то ручки тряслись. Где-то еще что-то. Но самое интересное, это еще не конец, ребят. Потому что у нас сейчас будет интервью с Владиславом Горшковым на фане. Расскажут нам, что же произошло в этом матче. Мы подготовили, конечно, другие вопросы. Но по факту многое будем, наверное, спрашивать именно об этом матче. Привет, Влад. Привет. Поздравляем, во-первых, с победой тебя. Она была очень тяжелая. И расскажи, что же такого магического есть в этих 9Z? Почему они такие проблемы создают командам из первой десятки ЛТВ? Привет. На самом деле они просто обычная хорошая команда, которая играет в свою игру. Они очень хорошо стреляют. Но я бы не сказал, что они делают что-то выдающееся. Они обычная хорошая tier 2 команда, которая стремится в tier 1. И мы с ними до этого много играли праки. Они многообещающие команды. Но тот результат, который сегодня мы видели, это больше за счет наших ошибок индивидуальных. В первую очередь. И надо опять же понимать, что сейчас... Ну, это онлайн-турнир. И у нас определенные сложности с интернетом. У нас не очень хорошее соединение. Из-за этого очень многие ситуации... Ну, просто, типа, фризится игра, и ты нормально даже не можешь постреляться. Или там... Ну, короче, там много разных штук происходит на сервере, которые не стыдят на зависть. Ну, в том числе. Да, кого вы выделяете как самого главного соперника на турнире? У нас никогда нет такого, что мы кого-то выделяем как главного соперника. Очевидно, было бы неплохо опять встретиться с Фейс и постараться навязать им борьбу еще раз. В прошлый раз мы их выиграли в Далласе, и было бы неплохо еще раз это повторить. Но... Мы... Ну, опять же говорю, мы никогда не делаем каких-то там предиктов себе. Мы всегда ходим... Ну, смотрим по наступателям. Ну, вот лично твое мнение, в каком сейчас, в принципе, состоянии команда Cloud9, да? Насколько вы готовы побеждать на этом турнире, и насколько вот процентов от своего максимума вы сейчас играете? Или вы пока еще не в своей боевой готовности на 100%? Как показала сегодняшняя игра, мы не в лучшей своей форме сейчас находимся. Нужно, опять же, понимать, что на это влияют многие факторы, в том числе, как я уже сказал, интернет. То есть, сложно объективно оценить свою форму. Сегодня, условно, интернет был, типа, не очень хороший, завтра он будет лучше, и мы, может, будем делать свои фраги, и счет будет вообще совершенно другой. Но, опять же, это все... Ну, мое мнение, что это все отговорки, и команда нашего уровня не должна показывать такую плохую игру, которую она показала сегодня, несмотря на то, что мы победили. Ну, вот, слушай, бытует мнение о том, что команды тир-один уровня, да, не ко всем турнирам одинаково подходят, каким-то более ответственно, каким-то менее. Вот для вас этот данный турнир Рубет, это все-таки турнир, в котором вы где-то наигрываете новые связки, новые стратегии, или вам очень важно его забрать, и вы бы хотели прям 100% занимать здесь первое место? Конечно, есть такая вещь, как приоритет турниров, и у нас он, конечно же, тоже есть. Но мы никогда изначально не начинаем играть в турнир, не думая о победе. Конечно же, наша основная цель – это победить на данном турнире, и любой другой результат будет для нас неудовлетворительным. Здорово. Большая ли разница для Cloud9 между игрой на лане и в онлайне? Где для вас удобнее? Или сейчас уже, в принципе, это не имеет значения? Да, как будто бы на самом деле, опять же, вот раньше было как будто бы в онлайне поудобней, и интернет опять же был получше, и в целом мы себя достаточно комфортно чувствовали в онлайне, но за последнее время, я уже даже не помню, когда мы последний раз играли в онлайн-турнир. Типа, такое бывает, и, ну, наверное, сейчас я не берусь сказать, где нам комфортнее играть. Ну, понятно. Какие цели вообще вы себе на 2022 год ставите, есть ли у вас прям, ну, какая-то цель конкретная, которую вы хотите достичь? У нас всегда была одна цель, и мы всегда ее, ну, к ней следовали, это быть лучшей командой в мире. Очевидно, что это не всегда будет получаться, но, как показал опять же опыт из Dallas, мы способны занимать первые места на турнирах, и, конечно, мы претендуем на них сейчас, я думаю. Поэтому, я думаю, на 2022 год у нас самые высокие цели. Вот, знаешь, интересно у тебя лично узнать твое мнение, что для тебя самая сильная команда в мире. Вы хотите попасть на первое место в LTV и долгое время там держаться, или, например, там, Эру Cloud9, да, где вы выигрываете первый, там, второй мажор и куча турниров, или там Grand Slam забираете и так далее. Что для тебя лучшая команда мира? Я думаю, лучшая команда мира, это когда команда, ну, побеждает каждый турнир, доминирует без каких-либо вообще шансов, и никто не берется, типа, сказать, то, что, блин, вот эта другая команда может ее, типа, в скором времени обогнать, или что-то подобное. И тут, короче, совокупность многих факторов. Понятно. Ну, и давай последний вопрос у меня лично к тебе. Я прочитал недавно о тебе, что у тебя болит рука сильно, насколько это критично, насколько тебе это мешает играть, насколько мешает тренироваться, и есть ли вообще возможность, там, может быть, реабилитацию пройти и, как бы, вылечить, или это уже, как бы, довольно-таки серьезный момент? Просто очень сильно, СМИ очень сильно растули этот факт. У меня просто есть такой прикол, уже, наверное, вот все время, пока я в Gambit, в Gambit Youngsters, и мои тренера об этом знают, я не могу, условно, там, типа, долго тренироваться, там, играть ДМ, я не могу час играть ДМ, но это просто невозможно для меня, потому что я через 30 минут уже у меня все, у меня рука мертвая, и такого не происходит на официалках. Типа, я не знаю, как это работает, опять же, там, многие люди говорили, что вот, у меня была такая штука, это типа туннельный синдром или что-то подобное, но по факту меня это не сильно беспокоит, до исключения того, что мне не очень удобно, там, тренироваться моментами, то есть, когда ограниченное количество времени, а хочется поиграть ДМ, ну, нет такой возможности. Во всем остальном, это меня не сильно беспокоит, и то, что СМИ при подносе к какую-то супер жесткую трагедию, ну, такого нет. Ну и здорово, это отличные новости. Тут последний вопросик с чата залетел, очень интересный, да. Интересуется чат, мы когда-нибудь увидим от вас нюк, или вы всегда его будете банить первым? По-моему, уже видели нюк на мажоре. Зачем еще раз видеть? Это был сюрприз, который не сработал. В общем, поздравляем вас, непростая победа, вы вылетаете, точнее, попадаете в плей-офф, где вас ждет уже БИГ, поэтому поздравляем. Желаем вам победить этот турнир и достичь ваших целей, которые вы для себя запланировали, и ты в том числе. Огромное спасибо, что уделил нам время, рассказал немножечко об этой игре, о турнире в целом и о планах. И еще раз большое тебе спасибо. Спасибо вам, пока. Ну вот так вот, что, коротко, лаконично, по-моему, четко по полочкам разложил. Опять же, очень грамотное от него высказывание в плане того, что это не отговорки, что мы сами не доиграли, что такую команду мы должны проходить более уверенно, и не так, что там на последних валидолочах тащить на третьей карте. Но опять же, мы понимаем, что у ребят сейчас есть какие-то проблемы и с интернетом, и, возможно, как бы не в своей еще форме находятся парни. Но в любом случае, они в очередной раз доказывают, что они команда, которая готова комбетчить с любого счета, с любого давления и выходить победителем. Шикарные сегодня матчи мы посмотрели. Завтра, дорогие друзья, мы вас всех ждем опять же на трансляции, потому что завтра будут еще матчи и очень интересные по своему накалу. Команды там, ну, подобрались просто на загляденье, и я уже жду завтрашнего дня с нетерпением. Да, в первом матче Фейс против Фэнс, во втором Форзе против команды, дай бы в память, Астрадис. Поэтому ждем вас всех на трансляции в 16.00. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Всем от души и увидимся уже завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok